Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы, участники проекта, все заинтересованные лица, всем, кому этот проект интересен, небезразличен. И все те, кого этот проект раздражает, приводит в бешенство, и все те, которые видят в этом проекте врага, противника, кого угодно. Но мы с вами сегодня все вместе, все равно мы все интересуемся этим проектом, каждый со своей целью, мы с одной целью, добиться результата. И вот сейчас за моей спиной видите своеобразный тоннель. Если раньше мы смотрели на это здание, там, ну, как небольшое, реально выполненный объем работ, виден по вот этому тоннелю, который у меня за спиной. Ну, и как во всяком тоннеле, да, когда пессимист смотрит тоннель, видит темноту, оптимист смотрит тоннель, видит свет в конце тоннеля, вон он там, просвет есть, да. Вот, а реалист видит свет в конце тоннеля и видит, что летит локомотив. У нас, благо, тут железной дороги нет, это не железнодорожный тоннель, это здание, которое мы строим по проекту. И вы видите прекрасно, как за полтора месяца это здание выросло. Всего лишь 25 мая здесь закладывалась капсула времени. 8 июня здесь было поднято, поставлено, установлено первая колонна. Сегодня у нас 23 июля. Смотрите, что вокруг, насколько изменилось, какой масштаб работы проделали. Просто бешеный. И это все сделано благодаря всем участникам проекта. Одни, кто мог, инвестировал, другие организовали, делали, третьи, поддерживали, четвертые, принимали участие в обсуждении проекта в информационном пространстве. Каждый вложил свою лепту. Но, тем не менее, народный проект продвигается и продвигается хорошими темпами. и ребята потом сделают кадры, покажут. Будет видно, сколько там осей осталось смонтировать. И сколько смонтировано. С квадрокоптера все это покажут. Ну, картина уже такая красивая, интересная. Дело идет, дело движется. Ни без огрехов, ни без проблем. По-всякому. Это стройка, это работа. и все идеально не бывает. Но, тем не менее, все движется. Все движется. И у нас сейчас задача сделать так, чтобы к отопительному сезону мы закрыли вот весь этот контур, накрыли кровлей и подали тепло электричество сюда. И если посмотреть туда, куда мой взгляд уходит, это склад, видно, что еще немного, еще чуть-чуть на складе ничего не останется. Сейчас подогнали кран туда. Кран перегружает металлоконструкцию, перебрасывает ее вот туда, где идет монтаж. Идет монтаж. Ребята вам покажут отдельно монтаж. Все это покажут. А сейчас мы пройдем посмотрим устройства бетонных сооружений, колодцев и их назначения. Потому что вот сейчас сзади за операторами передо мной стоят сокольные панели. Уже хорошо просматриваются, где будет вход, где двери, где окна, где ворота. Сверху вот видно механизмы для сворачивающихся ворот, которые вверх поднимаются, сворачиваются как раз над операторами, над их головами. Тут видно уже перекрытие. Ну, перекрытие там возникли некоторые вопросы, претензии. Они будут устраняться. И как только будут устранены, первыми начнут заливаться перекрытия между первым и вторым этажом. Но перед этим устранятся недоделки, скажем так. Потом разложат арматуру, а потом будут лить. арматура уже привезена, и мы можем посмотреть, операторы могут отснять. Привезли новую партию арматуры. Вот, и все это надо будет сюда задавать. Ну, пойдемте смотреть. Все. это видно, если подойдем. это шахта лестничного марша. Видно дверной проем, видно оконный проем, который через конструкцию пройдет. Вот, сейчас будет готовиться установка опалубки туда вверх. Там, если мы посмотрим, в эту сторону развернемся, там видно напротив меня точно такая же колодец стоит лифтового марша. Там вон два колодца. Это лифтовые и вон тоже лестничный марш. Тоже там выполняется опалубка. Уже следующий ярус будет литься. И вот я хотел бы показать еще одно примечательное место в Чебурашкиных ушах, скажем так. Вот сюда мы сейчас с вами обратим внимание. Вот здесь выполняются работы по гидроизоляции бетонного основания. Здесь будут проходить коммуникации для энерготехнического оборудования. И в каждом из этих ушах будут выполняться подобные сооружения. вот поэтому мы сейчас видим, что здесь идет уже подготовка для того, чтобы можно было выполнить подвод и места подключения электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения. И это оборудование будет расположено вот в этих пристройках. Подобные работы будут выполняться и с той стороны, и вот в следующем, в следующей такой пристройке. видно, дверные проемы сделаны. Вот видно проемы для подачи оборудования. Пойдемте дальше. здесь вот видно, смотрите, выполняется уже по слою засыпка и она поднимается. Если мы там на той отметке были, то тут видно, что она уже доходит до плановых отметок. уже чувствуется, что здание начинает формоваться, не просто контуры его видны, оно уже приобретает конкретные очертания законченные. Потому что если развернется вот сюда панораму сделать, видно, что контуры здания уже полностью оконтурены. И видно, что подготовлены конструкции для установки ограждающей конструкции. профиля вырисовываются окна, видно все. С той стороны тоже видно все это дело. А здесь вот прямо напротив мы сейчас подойдем и увидим одну такую вещь. Вот я вам сейчас покажу. Вот видно, что здесь заканчивается один модуль. Видно разрыв. Это 7 колонн 6 пролетов. 6 пролетов. точно так же раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще один пролет. По два пролета металлоконструкции собраны. Сейчас подают туда наверх профлист, который будет расстелаться и будет все сделано вот как и тут выполнено. Сейчас идем вот к этому вот месту и мы видим вот напротив меня собирается шахта. Опалубка для шахты. Вокруг опалубки выстраиваются леса, работает кран, допускает опалубку туда. Будет следующий выполнен ярус для заливки бетона и он уже будет выходить и пересекать следующий этаж. Как только шахта будет закончена, начнется монтаж проемов и площадок. Так что вот если сюда кадр поставить, вот я сейчас стану, видно, что все эти металлоконструкции, железобетонные конструкции, которые были снаружи здания, глубоко внутри, но в принципе посредине собраны металлоконструкции. Посмотрите, за моей спиной еще один лестничный марш. Этот лестничный марш ограничивает уже скажем так промышленную часть и там дальше за ним начинается административно бытовой корпус. В планах в планах если ничего не помешает 15 августа у астроновцев планах закончить монтаж каркаса здания. сегодня у нас с вами 23 июля. Это практически 25 дней, 25-26 дней мы с вами должны уже увидеть полный каркас здания. кто-то не верил а кто-то верил и был уверен вместе с нами что это будет. Этот день настанет я думаю что он настанет и за ним принется следующий этап работы Сергея Васильевича потому что ему будет предшествовать этап когда конечно мы зальем первое межэтажное перекрытие будет очень интересно мы с нетерпением ждем когда это случится потом будет очень интересный этап когда события когда начнем рабочие начнут монтировать ограждающие конструкции и перекрытие вот это будет наиболее волнующие моменты которые во всяком случае я жду с нетерпением всем спасибо всем спасибо хороших выходных следите за проектом а ребята сейчас вам дадут картинку масштабную картинку всего того что есть что построено сколько осталось главное если вы посмотрите предыдущие дни посмотрите как это было как начиналось сколько впереди было и сколько сейчас осталось всем спасибо хороших дней так вот спасибо